Народ, всем доброго времени суток! Вы на канале Вместе Travel. Мы с вами сейчас находимся во Вьетнаме, в городе Лунг Тау. Погнали! И сегодня мы уже второй день находимся в этом городе. Вчера мы успели посмотреть самую известную достопримечательность этого города. Это статуя Иисуса Христа. Друзья мои, мы на плечах у Иисуса. Мы это сделали. И отсюда открывается такой вид на весь город. Сегодня мы направляемся исследовать другую часть города. Здесь будут пляжи, храмы. Все, как мы любим. Здесь можно увидеть настоящий вьетнамский колорит. И на запах тоже прочувствовать, потому что пахнет рыбой. Рядом с вот этим местом, где рыбаки вытаскивают свой улов, находится небольшой пляж. Он совсем крохотный. На карте он обозначен. И мы решили сюда зайти, просто посмотреть, что это за пляж. Ну, так себе, надо сказать, пляжик-то. Зато есть душ. И что-то напоминающее непонятно что. И уши говорит, что сиськи. А пляжик вот такой. Народу купается много. Пляжик, надо сказать, малопривлекательный для нашего туриста. И чистота воды здесь, конечно, оставляет желать лучшего. Но еще здесь и лодки рядом. Поэтому купаться здесь совсем не тянет. Мы переходим дорогу и идем к терминалу лодочному. Из Вунгтау до Хо Шимина можно добраться двумя разными способами. Это с автобусной остановки на автобусе. И второй вариант как раз на лодке. На лодке это будет стоить немножко дороже, но зато интереснее. Билет на лодку, конечно, лучше купить заранее. Потому что день в день билетов может не оказаться. Особенно, если ехать сюда в самый сезон. Мы здесь находимся вне сезона, но все равно решили заранее приобрести билеты. Ну и билетик мы купили. Стоимость такого билета составляет 280 тысяч донгов. Но это выходной день. 240 тысяч донгов, если отправляться в будний день. Но пришли мы сюда не только ради лодочной станции. Как я вам уже показала, там есть канатная дорога. И здесь же есть парк аттракционов. Мы хотим узнать, сколько стоит вход в этот парк. Итак, стоимость 400 тысяч донгов до 5 часов вечера. После 5 часов вечера это будет уже 200 тысяч донгов. Для детей подешевле. Ну и мы рассматриваем возможность сюда все-таки сходить. Потому что посмотреть-то все равно любопытно. Но пойдем сюда вечером. Тут есть такая достопримечательность. Называется White Palace. Стоимость в этот White Palace составляет 15 тысяч донгов за одного человека. Вот мы хотим дойти, посмотреть, что это за White Palace такой. Я с гульки такой страшной хожу, потому что очень жарко. Сегодня прям вообще жара. В Белой Вилле должен быть музей. Ну а вот, собственно, и сама Белая Вилла. Ну, собственно, музей как музей. Ничего особенного. Прогулка тут достаточно приятная. Здесь прохладно, хорошо очень. Единственное минус, как всегда, москиты жрут. Как мы в интернете вычитали, Белая Вилла была построена французами. А теперь здесь располагается музей. Сам домик симпатичный. Внутри всякая утварь такая. Ничего. Ну и цена, конечно, бюджетненькая получилась. В Унгтау есть одна существенная проблема. Эта проблема связана с едой. Так как городочек нацелен на вьетнамского туриста, который приезжает из Хо Ши Мина в Унгтау отдыхать на выходные, то, соответственно, и менюшки здесь все только на вьетнамском языке. Очень мало меню на английском. Поэтому можно тыкнуть в любую закорючку, которая вам больше всего понравилась, и ждать. Что ж принесут? Либо искать закорючки с картинками. Либо искать закорючки с картинками. Но их тоже немного. Магазинчик зашли покушать. Пилюшка все макарошки берет, а я булочку бонми буду. Вот эта фруктовая штука со льдом. Нужно взять стаканчик и налить то, что нужно. Можно вот так сделать, чтобы было слоями. Вон тут инструкция есть, как жать. Всякие вкусные булочки с шоколадом по 8 тысяч донгов есть. Молочные продукты. Сколько стоит йогурт? 13 тысяч донгов. Пиво здесь. Такая упаковка. Сколько их тут? Четыре штуки. 80 тысяч донгов от Хэнькин. Хань. Тайгер четыре штуки. По 66 тысяч донгов. Такую штуку брали пробовать. Ну так. Как-то не штука вредная. А это энергетик. Вот очень распространен. В азиатских странах. Все всякие чаевочки. Такие вкусные вот. Вот, с дополнительным. Ну и вода здесь от 6 тысяч донгов. Что еще можно купить? Всякая дичь тут присутствует. Вот это конфетки. Лимонные. С кисладости. Black Mask. 43. Почитали отзывы, что здесь находится какой-то красивый буддистский храм. На самом деле их здесь несколько. Вот мы сейчас к одному поднимаемся. Один за моей спиной остается. А на нас надвигается какая-то лютая туча. Вот так вот такой красивый вид открывается отсюда. Хотя здесь даже не смотровая площадка, а просто обычная парковка. Мотобайки запаркованы. Здесь всякие гостевые дома находятся. Вообще, можно сказать, что у нас уже некоторый опыт-то присутствует в проживании в разных местах во Вьетнаме. И больше всего нам все-таки нравится жить именно в гостевых домах. Не в отелях, не в хостелах. Гостевые дома, чтобы с хозяевами жить. Потому что они всегда очень вежливые, внимательные и заинтересованные в тебе. Дошли до первого храма, смотрели в интернете картинки, фотографии, как там внутри очень красиво. А он оказался закрыт. Так обидно. Даже не подглядишь. Там драконы, статуи, Будды, богини Бланин. Ну, что поделать. Бывает. В Унгтау два порта, откуда отправляются лодки на Хошимин. Вот это вот первый порт, а второй, где мы ранее были, где билеты себе покупали. Билеты есть по разным ценам. Мы покупали дорогой за 280, потому что нам хотелось поездить на ракете. Вот мы поедем на ракете. А отсюда обычные лодки уезжают. Но насколько мы прочитали в интернете, отсюда они уезжают, эти обычные лодки, которые подешевле. Ну и мы нашли второй храм. Он, к счастью, оказался открыт. Поэтому пойдемте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, храм интересный, красивый. И оказалось, что здесь монахини живут, одни женщины. Не прошли мы и двух минут, как встретили еще один храм. А вот и третья пагода на сегодня. Она находится за моей спиной. Куда мы с вами зайдем. Вообще пагода здесь гораздо больше. Одну еще красивую тоже проходили, но она закрыта была. И еще одна была открытая, но не очень красивая. Расскажи, Илюш, куда мы дальше пойдем. Дом чистый, нерванный. Будем просветляться. Там бассейн есть. Я надеюсь, мы сегодня все-таки скупаемся. Целый день сегодня ходим по храмам. Все, побережье почти прошли пешком. Пинэппл Бич. Илюша обещает нам Пинэппл Бич. Мы до него с кожи дойдем, а на нас пляж. Это не Илюша обещает, а Мэп СМИ. Мэп СМИ обещает, а мы туда пойдем. Потому что Илюша отвечает всегда за навигацию. Я все время рассказываю, а Илюша ходит с навигатором. Мы не заблудились, не потерялись. Поэтому он молчу, рассказывает, чтобы не отвлекаться. Потому что у меня с навигацией вообще все плохо. Топографический кретинизм. Храм закрыт. Только вот здесь можно посмотреть что-то. Вообще сегодня пятница. Почти ничего не работает. Почему-то никакие храмы. Так что выходим и направляемся в дом чистой нирваны. Будем надеяться, что хоть чистая нирвана-то по пятницам работает. Ну что, друзья, вот он и дом чистой нирваны. Добрались. Добрались. Здесь лежит большой Будда в нирване. В дом чистой нирваны привозят туристов. Сейчас целый автобус китайцами приехал. Но мы успели вперед на них пробежать, чтобы все это заснять красоту-то. Чтобы они тут не толпились. И вообще сегодня очень жарко. У нас 5 километров по жаре. Мне кажется, мы будем облизать, и нос будет слезать, потому что до него даже дотронуться уже больно. Хоть мы и мазались. Все равно все погорели. Ладно. Двигаем дальше. Нирвану посмотрели. Храмы заценили. Впереди еще много интересного. А рядом с храмом чистой нирваны. Смотрите, что есть. В общем, это клубешник, друзья мои. С девчонками. Нимфы, да. Что-то не очень. Я тоже не очень. После такого теломатража. Так вот. Клуб называется Черная жемчужина. Наверное, занятное местечко. Там через окошко. Видно немножко интерьерчик. Такой он. Под корабль пиратский задел. А там туда даже пушку здоровую притащили. Наверное, интересное местечко. Ну и сразу после клубешника еще один храм. Прямо рядом. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а мы отправляемся с вами дальше. Пинэппл бич выглядит удручающе. Сидят два китайца. А так, в принципе, тут вот. Тут грязно. И камни. И ступеньки все завалистые. Не, самое интересное, вода, она не прозрачная. Ну да, но вода почему-то чистая. Хотя пляж чумазенький. Пляж для непритязательных туристов. Ну, две счастливые китайские девочки там сидят. Но что удивительно, вода здесь действительно чище, чем ближе к центру. Ну вот мы и добрались до самого большого пляжа Вунгтао. Пляж, надо сказать, не очень чистый. С приливом приносят всякий мусор. Но большой. А еще он очень долго мелкий. Волны здесь не сильные, не сносят. Какая же теплая вода. После всех наших походов здорово искупаться. Местный народ тусуется. В общем, вот такой он пляж Вунгтао. Проверено на себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!